Важный день для жителей поселка Пыра под Держинском. Туда наконец-то провели газ. Жители добивались этого более 20 лет. Причем за этот срок работы неоднократно начинали и также неоднократно останавливали. Лишь сейчас газификация доведена до конца. Единственный поселок в Держинске, который оставался долгое время без газификации. Для нас это был ключевый и значимый момент. Мы долго к этому шли, мы долго это обсуждали. В среднем зимний отопительный период выходил от 80 до 100 тысяч рублей в зависимости от площади дома. Поэтому это очень затрата на самом деле. Дров нам не хватает, потому что это достаточно быстро прогораемый материал. Приходится запасаться также брикетами и углем. Вы знаете, для жителей это, наверное, уже долгожданное. А для нас, для многодетных, это еще больше. Потому что мы, когда нам раздали здесь участки, мы, конечно, сомневались. Потому что мы не знали, зайдет сюда газ или нет. Готовить пищу на баллончике газа или, например, на электрической комфорте, это очень неудобно. Мы его долго ждали. Больше 20 лет. Как сказал и мэр, наш Держинский губернатор, это и комфорт, и да все. Была очень непростая задача провести газ в поселок Пыра. И в ноябре 2021 года компания Держинск Горгаз начала строительство магистрального газопровода высокого давления протяженностью 7 километров поселка Пыра. Это был инвестиционный проект нашей компании. Совместно с правительством, при поддержке губернатора Нижегородской области, все, что мы сейчас с вами видим и где мы сейчас находимся, это то место, где соединяется газопровод высокого давления и поселковый газопровод, который идет на поселок. Пыра – это часть большого городского округа, город Держинск. И то, что мы сегодня увидели, как развивается Пыра, это развивается весь город Держинск. То есть, помимо того, что газифицирован полностью населенный пункт, система водоснабжения, причем водоснабжение – новое строительство, и это строительство было построено в сроке. Более того, в самом Держинске какие модернизированные ресурсы были использованы на модернизацию системы водоснабжения. Поэтому сегодняшняя поездка, сегодняшнее впечатление действительно говорит о том, что все обязательства и все поручения, которые губернатор давал, они все выполнены в рамках развития территории Держинской, Пыры и строительства инфраструктурных проектов, именно газификации, водоснабжения, причем питьевое водоснабжение, которого здесь в принципе не было.